Сейчас будем производить замену ствола Makita HR2470. Разбился ствол, начал выпадать бур из-за того, что в этой шайбе, это уже новая шайба, но в этой шайбе, в старой, была большая выработка, она вываливалась и бур не держался. Ну и решил не просто поменять комплект, шайба, стопорное кольцо, пружина, шарик. Захотел поменять еще ствол, потому что ствол здесь разбился, люфт большой. Вот ствол новый, брал ствол в сборе, у него люфт вообще минимальный. Брал это все на Алиэкспрессе. Ствол на декабрь 2020 года стоил 20 баксов. Комплект в сборе, шестеренка, пружина, короче, полный набор. Ну, потому что если не в сборе, он стоил где-то 17 долларов или 15, ну, просто голый ствол. Взял в сборе, ничего страшного, 5 долларов там ерунда. Этот комплект стоит, по-моему, 2,5 доллара, ну, и доставка 2 доллара или 2,5. Короче, 5 баксов будем считать. Это ствол 20, 25 долларов цена ремонта. Будем делать сами. Так, как пользовался перфоратором, пока шла посылка, вот таким способом. Вот, выточил, болгаркой вырезал с металла что-то наподобие шпонки. Вставляем, самозажимным хомутом прижимаем эту конструкцию и все, бур или миксер не выпадает. Все. Это, конечно, крайне неудобно, но это просто пока шла посылка. Сейчас, конечно, все заменим. Так, а здесь комплект. Пластиковая крышка, резиновый уплотнитель, чтобы пыль туда не попадала. Шайба. Шайба толстая, большая. Стопорное кольцо, пружина, шарик. Вот такой комплект. Приступаем к разборке. Откручиваем 4 самореза. Теперь, чтобы нам... Сейчас, если мы потянем, у нас достанется вместе с якорем. Чтобы этого не произошло, нам нужно снять вот этот вот переключатель режимов. Как его снять? Нажимаем на этот фиксатор. Вот. Фиксатор. Нам нужно, чтобы он прошел дальше, вот на вот эту вот дорожку. Вот сюда. То есть, он у нас доходит досюда. И фиксатор заходит в эту ямку. Чтобы этого не произошло, чтобы он прошел нам дальше, нам нужно нажать фиксатор. Фиксатор. Нажимаем фиксатор и проворачиваю. Нажимаем. И проворачиваю. Вот. Он уже не возвращается. То есть, уперся. И тянем на себя. Вот. Все. Фиксатор снят. Теперь держим, упираем в этот задний корпус. Упираем ствол. И тянем вот таким вот образом крышку. Вот наш ствол. Который мы можем доставать. Все. Это я года два назад смазывал. Или, может, год назад вот добавлял смазку. Сейчас еще добавим смазки, как поставим новый ствол. И будем собирать в обратном порядке. Смазку добавим вот в мануловку. Для подшипников. Не знаю, другой нету, пока эту поставим. Добавим на подшипник. Шестерня. Тут механизм. Шестерня. Думаю, хватит при работе. Чуть-чуть нагреется. Затечет куда надо. Еще такой момент, что лишнего... Конечно, если его сильно набить, то, может быть, будет плохо. Будет выдавливаться везде. Но, в принципе, где нету движения, оно туда собьется лишнее. И там будет находиться. Все, собираем. Ставим наш ствол. Ставим крышку. Вот так вот. Можно закрутить саморезы. Обратно надо поставить у нас переключатель. Его нужно ставить в режим сверления с ударом. Ставим. Упираем. Все. Все работает. Сейчас еще на сверлении попробуем. Собираем патрон. Пружина. Шайба. Шарик. Шайба толстая. Пластиковая крышка. Стопорное кольцо. Все есть. Его нужно поставить вот там вот, в паз. И резиновая заглушка. Все. Проверяем. Четко. Проверяем на работоспособность. С ударом. Есть. Без удара. Удар. Все работает. Где покупала запчасти, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Может быть, есть какие-то замечания. Может, что-то неправильно делаю. Пишите. Почитаю. Пишите комментарии. 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 Продолжение следует...